Налила горячую водичку, остудила заранее, чтобы я смогла подмыть деток, подмыть, умыть. По-другому никак. Домам 27 и 29 по Краснополянской более 50 лет. Здание в реестре ветхого и аварийного жилья. Хотя особых проблем с подачей воды здесь до нынешней весны не было. Но в конце мая из обоих кранов пошел кипяток. У многих выходит из строя сантехника, а у стиральных машин попросту лопаются шланги. При этом управляющая компания проблемой не прониклась, жалуются местные. Они вот полгода ходили здесь, ходили, а толку-то ничего не решили. Как вода бежала, так и бежала. А то, что смесители все летят, так извините, под таким давлением, которое горячей воды у нас ни одна аппаратура не может выдержать. А спустя какое-то время в подъездах появилось объявление следующего содержания. Причина кипятка в обеих трубах обоих домов – старый смеситель в одной из квартир. То, что именно 12-я квартира виновата, то, что нужно поменять смесители. Хорошо, я поменяла. Мне мастер сказал, что завтра у вас побежит все. Все хорошо. И горячее нормально побежит, и холодное побежит. На следующий день наступает, бежит один кипяток. Значит, не в моей проблеме. А вот зачем такое объявление написали, еще опозорили мою квартиру, то, что мы виноваты. Потом со стороны управляющей организации было еще несколько недель затишья. А накануне нашего приезда воду отключили вовсе. Воды нету. Никакой. Пожалуйста. Никакой воды нету. Вот как вот нам сейчас жить? Вот они приезжают, они приезжают на пять минут. Они приедут, посмотрят, уедут. Они даже ничего, ничего не пытаются вообще сделать. Вообще ничего. Сначала мы не могли поменять этот смеситель. Потом мы, значит, думали, что все-таки там где-то есть какие-то водонагреватели, где бывает смешение. Вот так вот все немножко затянулось. Причину мы как бы все равно не можем понять, почему такое передавливание большое. Сегодня вот собирается там, вызвали мы Новогор, вызвали пенскую сетевую компанию. Будем выяснять причину. Коммунальщики пояснили, горячую воду пришлось отключить на время решения проблемы. Оба дома и прилегающие к ним коммуникации обследуют комиссия. Если оперативно найти и устранить причину передавливания не удастся, управляющая компания обещала организовать подвоз воды. Екатерина Леонова, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей.